В свое время великолепный писатель английский Алдос Хаксли, его называют одним из основателей интеллектуального романа, написал антиутопию «Дивный новый мир». Ее преподают во всех литературных вузах. Ее вообще это одна из хрестоматийных таких произведений, в котором он написал «Мир будущего». Очень тоже жестко структурированный. И вот он, хотя его и ругали за этот мир, и хотя его и не принимали этот мир как возможную модель развития, в нем есть одна замечательная, такая черточка, штришок. Люди будущего по этой книге доживали до возраста, скажем, в великолепном состоянии, до 60 лет и уходили. Куда-то уходили сознательно и готовили, они знали, что они проживут. То есть технологии будущего позволили им сохранить великолепное здоровье до 60 лет, но с таким условием, что в 60 он уходит. Это замечательно. Почему? Потому что если люди будут жить вечно, то каждому новому поколению все труднее будет найти себе место под солнцем. Оно уже будет кем-то занято. Условия существования сегодняшнего мира, допустим, сегодняшних людей, условия, что ушли те, кто были до них. Нам всем надо это понять. Если в этом мире вдруг останутся вечные люди, то этих вечных людей со временем станет столько, что никаких ресурсов земли не хватит их прокормить. Все должно меняться. Вы смотрите, в природе, в общем-то, по большому счету, нет ничего вечного. Даже самые долгоживущие деревья все равно через какое-то время засыхают и дают возможность пробиться новым росткам и новым побегам. Я против бессмертия. Я за здоровье, безусловно. Но все-таки надо давать себе отчеты, понимать. Если я буду вечно жить в этой квартире, допустим, мой сын потом приведет свою жену, допустим, нарожает детей, они нарожают новых, а я все живу. И мы так всеми поколениями живем, живем, живем. В этой квартире нам просто не поместится. Либо нам надо строить новую квартиру, а где у земли ресурсы, если полтора миллиарда китайцев будут жить вечно. Значит, по геометрической прогрессии, которую мы сейчас включим в голове, если мы хорошо считаем, я могу прогнозировать так. Если сейчас, даже сейчас, при сегодняшнем уровне медицины, у нас гарантируется, что где-то к 50-му году удвоится население земли, то еще через 100 лет, если мы собираемся долго жить, и долго вечно, утроится, у четверица, у пятерица, у десятерица, и мы будем драться за каждый глоток воды. Кому нужно такое будущее? Когда каждый глоток воды и каждый, скажем, кусок мяса будет иметь значение настолько большое, что из-за этого будут убивать. И что мы просто перережем друг к другу глотки? Я против бессмертия. Я за то, чтобы люди по циклу приходили, уходили, и все шло так, как было в природе. Мало того, за ограничение рождаемости. Потому что нельзя столько рожать детей. Когда говорят, моя героиня, хорошо, ребят, подождите секундочку, а куда их потом девать, этих людей? Они каждый будет пытаться отнять новый кусок у тех, кто живет уже в каком-то месте. Просто мы не в состоянии будем их прокормить. Вот такое мое мнение.